внутренних дел. Обращаясь к руководителям территориальных органов и центрального аппарата, Министерство Владимир Колокольцев подчеркнул, для каждого из вас это знаковое событие. Итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка. Глава МВД России поздравил коллегу, достоинно государственных наград и ведомственных знаков отличия. В свою очередь, министр внутренних дел Карачаева Черкесия Олег Мальцев также поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Он выразил признательность ветеранам за преданность профессии и в помощь в воспитании молодых специалистов и поблагодарил личный состав за добросовестную службу. На торжественном собрании министра внутренних дел республики наградили нагрудным знаком почетный сотрудник МВД. Сегодня личный состав ведомства ведет непремеренную борьбу с преступностью, что и по защите национальных интересов государства, оберегая покой и безопасность граждан. Несмотря на следовательность и спокойствие в республике, не стоит забывать о гарантии личной безопасности. Вчерашнее термическое событие тому подтверждение. Нельзя ни на минуту оставлять бедительность при исполнении служебных обязанностей. Мы отдаем дань глубокого уважения, стойкости и героизму наших предупрежденных товарищей. Проявляя силу воли и несовершимость духа, а не счесть и выполненный свой служебный долг. В Международном колледже Полиглот прошла встреча студентов с ветеранами МВД, приуроченная ко дню сотрудников органов внутренних дел. Гости рассказали об особенностях своей работы в полиции и поделились интересными моментами служебной деятельности. Подробнее расскажет Мураджан Кезов. На встречу пригласили заместителя министра внутренних дел республики Александра Середу и председателя Совета ветеранов МВД Юрия Тимрезова. Два полковника полиции в отставке Сергей Заикин и Игорь Дедименко сегодня работают преподавателями в колледже Полиглот, где обучают студентов особенностям юридических профессий. В ходе беседы ветераны рассказали об особенностях работы в органах внутренних дел, поделились деталями ярких моментов служебной деятельности. Мы объясняем специфику нашей работы, разъясняем определенные правила поведения в обществе, структуру законодательства, понимание, что такое общественный порядок, общественная безопасность. Ну и, соответственно, ставим лучшие примеры из жизни наших сотрудников, показывая их работу, их отношение к жизни, к окружающим. По мнению ветеранов, такие встречи необходимы, поскольку патриотизм, чувство любви к родине, желание ее защищать не возникает сами по себе. Молодежь нужно направлять, рассказывать им о примерах доблести и героизма, проявленные полицейскими при исполнении служебного долга. Мне было очень приятно выступить перед ними, рассказать о становлении органов внутренних дел. Дети очень внимательно, очень хорошо слушали. И с первых уст услышать то значение воспитания в нынешней жизни, как воспитан человек, уважением к родине, уважением к истории, чтобы они знали и уважали нашу великую Россию, нашу малую родину, Карачаево-Черкесию. На мероприятии наградили знаком почетным ветеранам ВТП Карачаева-Черкесии полковника полиции Игоря Дедименко. Подобные встречи с ветеранами Министерства внутренних дел способствуют не только улучшению духовно-нравственного воспитания учащихся, но и поддержанию престижа профессии полицейского среди молодежи. Сама я не понаслышке знакома с данной профессией, так как мои родители являются сотрудниками полиции. Ты сама себя видишь в этой профессии? Думаю, да. Диалог поколений закончился на приятной ноте. Студенты колледжа вручили ветеранам поделки и цветы, а те, в свою очередь, расписались в книге почетных гостей. Мурат Сенхюзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В поселке Кавказском Прикубанского района на базе многофункционального центра открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь жители района смогут перевиться, а также получить необходимые услуги в МВЦ. О том, как проходит вакцинация в новом пункте, узнавал Альхан Лепшоков. Жительница поселка Кавказский Диана Баташева сегодня пришла на ревакцинацию. Ранее она уже прививалась вакциной «Спутник Ви» и в период второй волны не болела коронавирусом. Перед прививкой измеряют температуру тела, давление и сатурацию. Вакцинация просто необходима, чтобы уберечь себя и своих близких от этой коварной болезни, говорит жительница поселка Кавказский Диана Баташева. Многие жители Прикубанского района приходят получить необходимые услуги в многофункциональном центре. И поэтому здесь теперь можно и вакцинироваться быстро и удобно. Такие пункты необходимы, чтобы без очереди привиться, отмечают работники МВЦ. Так как посещаемость МВЦ граждан небольшая, то есть на данный момент у нас в среднем в день проходит 80 человек где-то плюс-минус, соответственно охват большой. И для удобства посетителей, чтобы не ждать очередей в ЦРБ, в других местах вакцинации, они могут пройти здесь, даже пока миссия у них, например, принимают их дела, заявления, могут в этот момент пройти спокойную вакцинацию. В новом дополнительном пункте вакцинации доступны отечественные вакцины «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Спутник Лайт». Теперь каждый житель района сможет привиться от коронавируса, не посещая медучреждения района. Понимаете, тут вопрос уже не в хотениях, тут вопрос стоит жизни и смерти, можно сказать. Потому что расплата именно в первую волну, я был руководителем северного госпиталя. Эти волны, каждая последующая волна отличается от предыдущей степенью летальности, степенью осложнений. То, что, например, с чем мы боролись в первую волну, оно уже несоответственно сейчас, то, что происходит с населением. И для этого единственный путь, чтобы этот нештабный наш гость под названием ковид ушел от нас, это вакцинация. После вакцинации необходимо ограничить на три дня общения с людьми и физические нагрузки. Али Ханепшоков, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Эпидемиологическая ситуация как по стране в целом, так и в нашем регионе остается непростой. Как говорят специалисты, такого подъема заболеваемости не было ни в первую, ни во вторую волну пандемии. Еще одно отличие от первых волн – это высокая контагиозность мутации вируса и то, что у большинства людей заболевание протекает с осложнениями. Вернуться к привычному укладу жизни поможет только массовая вакцинация, заверяют медики. И времени на раздумий, к сожалению, уже нет. Как проходит прививочная кампания в Малакарачаевском районе и какова там эпидемиологическая ситуация, узнавал наш корреспондент Ахмат Халкетчев. На сегодняшний день единственный способ обезопасить себя и своих родных, а также раз и навсегда победить коронавирус – это вакцинация. Вернуться к привычной жизни получится только тогда, когда появится коллективный иммунитет. Ну а для того, чтобы этот коллективный иммунитет выработался как можно быстрее, необходимо привить не менее 70% населения. Хоть число привитых выросло, к сожалению, до показателей, при которых можно было бы говорить о стабилизации ситуации, не дотягивает. Лично на примере своей матери. Она была провакцинирована. Прошло 6 месяцев после вакцинации. Мы хотели делать ревакцинацию, но так случилось, что она заболела. У нее три дня была мигрень, озноб, насморк. Все, больше никаких симптомов не было. Я ее пролечил просто противовирусным препаратом одним и кроворазжающим. Мы даже и КТ-исследований не делали, так как показаний КТ-исследований никаких не было. Количество КТ-исследований каждый день варьируется в пределах от 50 до 70. В госпиталь направляем в разы больше людей, чем весной и осенью 2020 года. С досадой резюмирует замглавврача малокрачевской ЦРБ Ислам Жатоев. В этой ситуации вся надежда только на сознательность населения, что люди все же начнут более ответственно соблюдать меры эпидемиологического режима и перестанут принимать всерьез мнение так называемых горе-экспертов. За один день у нас с района была максимальная госпитализация 16 человек. Это было буквально две недели назад. На этой неделе за всю неделю было 59 госпитализаций. Это абсолютный антирекорд для нашего района. Даже в период первой волны 59 госпитализаций за неделю у нас не было. Наша страна единственная во всем мире и на сегодняшний день создала 4 вакцины от коронавируса. Благодаря оперативной и весьма профессиональной реакции отечественных ученых-вирусологов в нашей стране каждый может выбрать тот препарат, который, по мнению врачей, соответствует его физиологическим особенностям. Я не говорю, что эти люди не болеют, они заражаются. Но опять же, есть примеры, вот привились кое-вак короны. Когда отец семейства привился, через месяца полтора семья вся заболела. В том числе отец тоже был положительный. Но он протемпературил один день. Он остался дома. А члены семьи, которые были еще в контакте, но заболевшие мамой, включая маму, поехали в госпиталь. Перед тем, как поставить вакцину, человеку всего лишь нужно проконсультироваться у своего участкового терапевта. Если на момент принятия решения привиться, не наблюдается каких-либо симптомов простудных или вирусных заболеваний, и самочувствие не вызывает никаких сомнений, то можно смело вакцинироваться. Ну а те, кто боится возможных противопоказаний, могут сдать анализы у аллерголога. Ахмат Калкечев, Расул Бертиев, Вести Крачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Коллективный иммунитет, как его выработать? Главный врач Центра медицинской профилактики Энвер Байчоров рассказал о важности прививки от коронавирусной инфекции. Так как новый дельта-штамм распространяется с неимоверной скоростью, со слов главного врача, население республики должно осознать всю серьезность положения. Поэтому вопрос вакцинации остается приоритетным. Вакцина, разработанная в Институте имени Гамалея, эффективная против действующих штаммов, говорит Энвер Байчоров. Доктор обратился к гражданам переломить в себе негативное отношение к вакцинации и сделать прививку, тем самым обезопасив себя и своих близких. Растет количество заболевших, растет количество смертей не только у нас в стране, не только у нас в республике, но и по всему миру. И единственный выход, как можно выбраться из этой ситуации, это вакцинация. Вакцинация населения. Причем, если раньше мы говорили, что для поддержания и создания коллективного иммунитета достаточно 60-70% населения, чтобы привилось, то на сегодняшний день цифры возрастают, потому что выявляются все новые штаммы коронавирусной инфекции. Эти штаммы отличаются высокой контагиозностью, высокой скоростью передачи от одного человека к другому человеку и быстрым развитием осложнений. Поэтому на сегодняшний день вопрос вакцинации остается приоритетным вопросом для всего медицинского сообщества России и всего мира. Конечно, в этом деле есть успехи. Наша страна первой запатентовала и выпустила вакцину. В настоящее время этих вакцин в России несколько, и все они уже доказали свою эффективность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Поэтому я еще раз призываю жителей нашей республики активнее прививаться. Далее смотрите рекламу, после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пять лет назад в Карачаево-Черкесии был создан Центр управления регионом. За прошедший год было отработано более 11 тысяч обращений. Руководитель Центра управления регионом Ахмат Акпаков рассказал о функциях организации. С ним встретилась шерифат Лепшокова. Ахмат, вы возглавляете Центр управления регионом, который действует у нас в республике уже год. Он призван мониторить и обрабатывать сообщения от граждан. Я знаю, что у вас уже было больше тысячи сообщений. Как вам удается справляться с таким объемом? Расскажите, пожалуйста, о принципах вашей работы. Очень многие задают вопрос, что же такое ЦУР. В первую очередь это координационный центр по мониторингу и обработке всех видов обращений, которые поступают в органы государственной власти через интернет, через различные платформы в сети интернет. В первую очередь мы работаем с системой инцидент менеджмент. Это программно-аппаратный комплекс, который автоматически находит в социальных сетях обращения, которые написали обычные жители. То есть это могут быть комментарии на страницах крупных пабликов, это могут быть комментарии на страницах органов государственной власти, это могут быть посты на личных страницах пользователей. То есть всю эту информацию система мониторит и выявляет оттуда так называемые инциденты, обращения граждан, которые содержат какой-то конкретный запрос, либо конструктивное предложение. Затем возникает так называемый инцидент, который поступает к нашим сотрудникам. Наши сотрудники оперативно определяют, кто из сотрудников органов государственной власти отвечает за данные направления и перенаправляют данный запрос в нужное ведомство. Далее сотрудники этого ведомства, это может быть как министерство, управление, либо администрация муниципального образования, они прорабатывают этот вопрос и дают оперативный ответ. В течение двух часов они должны дать оперативный ответ на запрос гражданина, и ответ поступает в той же социальной сети, где поступил запрос. То есть в комментариях, под его комментарием, ему отвечают официальные страницы ведомства о планируемых решениях. Там очень много тонкостей, деталей, но в целом работа с системой инцидент-менеджмент выглядит таким образом. Второе наше направление – это работа с платформой обратной связи на базе портала госуслуг. Сейчас уже по всей стране внедрено это решение, есть отдельное приложение госуслуги «Решаем вместе» на сайтах всех органов государственной власти, на самих госуслугах, то есть везде есть такие виджеты, где написано «Подать обращение». Через эту систему поступают обращения, опять-таки, органы государственной власти, ну и мы здесь тоже занимаемся мониторингом, отработкой всех этих обращений. Опять-таки, повторюсь, мы сами не решаем проблемы, мы лишь являемся таким оператором цифрового диалога между обществом и органами государственной власти. То есть благодаря вам человеку вовсе не обязательно напрямую искать какие-то выходы в определенное место, ну, определенное министерство, да? Конечно, именно так. Вообще, у нас очень сложная государственная машина, вот, и зачастую там сами чиновники не всегда могут понять, к чьей компетенции относится тот или иной вопрос, а что уж говорить о простых гражданах. Поэтому здесь государством было принято решение не усложнять это все дальше, а наоборот выстроить работу по принципу единого окна, и в данном случае этим единым окном является интернет. То есть человек пишет на той платформе, где ему это удобно. Если он сидит в Инстаграме, он пишет в комментариях или там пост в Инстаграме. Если он предпочитает ВКонтакте, он может написать ВКонтакте. Если он активно пользуется, например, порталом государственных услуг, он может подать это обращение там. Если он заходит на сайты, там правительства, например, республики, да, он может его там подать. На сайте администрации сельского поселения. То есть где ему удобнее, какой он предпочитает способ, тем он и может воспользоваться. И дальше все равно это обращение попадет именно в то ведомство, которое отвечает за решение его вопроса. Вся наша работа настроена на то, чтобы помогать людям, чтобы никто из них не оставался наедине со своими проблемами. Если мы возьмем весь пол вопросов, их можно разделить на три большие категории. Первое – это быстро решаемые. Ну, условно, это там, не знаю, невывезенный мусор, ямочный ремонт дорог, там, какие-то мелкие работы, да, по благоустройству, еще что-то вот такое. Не знаю, там, неспиленные деревья, там, валяющиеся, там, посреди дороги какой-нибудь мусор, еще что-то такое. То есть таких проблем очень много, и, ну, их можно отнести к категории быстро решаемых. Вторая категория – это трудно решаемые, либо нерешаемые проблемы совсем. И сюда можно отнести, там, не знаю, строительство новых школ, детских садов, капитальный ремонт уже дорог. Это вопросы, там, связанные с водоснабжением, например. Да, это те вопросы, для решения которых нужны огромные финансовые средства, нужны внесения изменений в бюджет, нужно, опять-таки, получать дополнительное финансирование из федерального центра. То есть таких вопросов, запросов тоже очень много. И есть третья категория, и на самом деле она самая многочисленная по количеству запросов – это запросы на информирование. То есть куда обратиться, могу ли я получить те или иные выплаты, кто отвечает там за что-то. То есть по факту у нас больше всего запросов на информирование, и поэтому большая часть ответов, она действительно, ну, может быть дана оперативно. Ахмад, вы суперфиналист конкурса «Лидер России 2020». Этот опыт, что он вам дает и помогает ли в вашей работе? «Лидер России» – это отдельная глава прямо в моей жизни. Безусловно, участие в этом конкурсе очень сильно изменило мою дальнейшую жизнь, и это связано как с самим участием в конкурсе, так и в дальнейших возможностях, которые открылись после него. Конечно, этот опыт, он бесценен, и, естественно, я стараюсь применять его и в своей работе. Ну, здесь даже больше хотелось бы сказать не о самом конкурсе, а о дальнейшем обучении, которое мы выиграли в конкурсе. Мы все суперфиналисты получили гранты на обучение. Я после этого прошел обучение в высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Мастер государственного управления для руководителя». И вот именно эта школа, наверное, была самой сильной, самой мощной школой для меня, именно как для руководителя. Потому что нам преподавали самые лучшие управленцы нашей страны, там были все, начиная от руководителей администрации президента, федеральные министры, губернаторы, руководителей государственной корпорации. И они делились с нами опытом, поэтому это, конечно, бесценный опыт. И больше, наверное, я даже на него опираюсь, чем на самоучастие и подготовку к конкурсу. Вот, кстати, конкурс продолжается, да, и призываю всех принимать участие. Действительно, он открывает новые возможности для всех участников, даже прошедших до, там, нефинишных стадий. Спасибо. Спасибо вам за интервью. На 55-м году жизни ушел депутат 5-го и 6-го созывов Народного собрания, заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Хасан Салпагаров. Об активном общественнике и меценате неравнодушным к чаяниям народа в материале Мурата Джанкезова. Все, кто знал Хасана Салпагарова, отмечали его особенное качество – выкладываться на 100% без остатка. Именно это свойство характера позволяло ему добиваться поставленных целей, неоценим его вклад в возрождение племенного коневодства. На базе своего фермерского хозяйства он создал Центр восстановления лошадей карачаевской породы, был организатором многих конных выставок и состязаний. Это было дело, которым он горел. Карачаевская лошадь практически не болеет, мало кушает, много работает, очень выносливый. Никакие болезни их практически не берут. Поэтому люди тоже начинают понимать, что ездить на лошади с хорошим ходом, с быстрым шагом, с мягкой спиной, с крепкими суставами, с копытным рогом, как камень, ездить намного комфортнее. Хасана Салповарова я знаю где-то лет 15-17. Я лично считал и считаю, что он один из ярких личностей Карачаева-Черкесии. Как вы сказали, один из достойных сыновей народа Карачаева-Черкесии. Он как коллега парламентарии, да и вообще как человек занимал очень активную позицию в жизни во всех направлениях. Как депутат был очень активный, никогда равнодушно не был к тем людям, которые вокруг него в своем селе, в районе и так далее. В Народном собрании Карачаева-Черкесии Хасан Салпагаров работал в двух комитетах, где его опыт, знания и неформальное отношение к делу очень ценились. Хасан Ковыч-Биевич был известен как активный общественник и меценат. В трудное время пандемии он оказал поддержку многим землякам, обращавшимся к нему за помощью. Как представитель социально ориентированного предпринимательства, он помогал социальным и медицинским учреждениям, ковидным госпиталям, детям, старикам. Это человек с большим кругозором и настолько грамотный, настолько умный, насколько он еще порядочный. Человек, который имел большую душу, красивое сердце и был добр ко многим, ко многим. Человек, когда делает добро людям, это всегда запоминается. Хасан Салпагаров и я вместе работаем в парламенте. Второй созыв. В этом созыве он был членом нашей фракции. Мы работали в одной фракции. Мы много времени проводили вместе и за депутатской деятельностью, и вообще много взглядов наших друг с другом очень совпадали. От лица парламента Карачаева-Черкесской республики хотел бы выразить соболезнования близким родственникам и близким Хасана Салпагарова. Это очень большая потеря и для парламента республики, и для жителей Карачаева-Черкесской республики. Для меня лично это невосполнимая потеря, конечно. Жизнерадостный, активный и щедрый человек, прекрасный семенин, патриот, надежный друг и товарищ. Он запомнился всем своей неуемной энергичностью и умением жить. Уникальное форелевое хозяйство расположилось вдоль по течению горной реки в одной из живописных долин Урупского района. Благодаря оказанной господдержке сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Ресурс» выращивает до 30 тонн рыбы в год, и это не предел. В хозяйстве намерены в два раза увеличить объем рыбной продукции. В чистой горной водице поймать золотую рыбку попытался и наш корреспондент. Форель – один из самых вкусных и дорогостоящих сортов рыбы. В сельскохозяйственном кооперативе «Ресурс» занимается выращиванием радужной форели. Она привычно холодным температурам, имеет ряд преимуществ. Мальки весят не более 30 граммов, благодаря чему их проще содержать в молодом возрасте. Всего за год рыба способна вырасти до 125 грамм, а молодые самки могут принести до 800 икринок. Мы начинаем от икринки на стадии глазка, заканчивая товарная рыба. Значит, мы ее сажаем в инкубатор, она превращается в личинку, потом становится на плак, малюк. До 15 грамм там догоняем, после 15 грамм в бассейн и догонять там два порционных рыб. Форелевое хозяйство было создано в 2010 году. Сначала выращивали рыбу своими силами. Сложность заключалась в климатических условиях. Из-за быстрых перепадов температур рыба растет медленно. Вода то холодная, то грязная. Потому возникла необходимость внедрения современных способов выращивания. Выходом стало строительство предприятия замкнутого водоснабжения. Подобные технологии используются в Ростовской области. Наладили связи, все подсчитали и подали заявку в Минсельхоз Республики. Особую благодарность к главе Карачева-Черкесии, Рашиду Борисовичу Темрезову, правительству и Минсельхозу. Они нам удовлетворили нашу заявку, так как мы официально зарегистрированы, официально работали. И мы получили грант в 2018 году. Создали рабочие места. На сегодняшний день у нас 8 человек работают. Благодаря современным технологиям вода в бассейне очищается и наполняется кислородом. Температуру можно регулировать самостоятельно и риск внешних загрязнений сводится к минимуму. А для полноценного питания форели используются специальные корма. Корма мы используем наши отечественные с определенным содержанием протеина и жира. То бишь, форель она вообще хищник, и поэтому мы используем определенные корма для ее роста. Процесс кормления, значит, мы делаем навеску рыбы, вычисляем ее весовое состояние, то есть в каком она весе находится. И исходя из этого по определенному коэффициенту рассчитываем норму кормления. И дробно кормим ее. Ну, это обычно происходит два раза в день. Значит, мы кормим где-то в районе обеда и вечером из-за наших климатических условий. Перерабатывающий кооператив скоро достигнет в своей работе полной мощи. Уже закупили упаковочную машину, есть охладители, морозильники. Приобрели специальный автомобиль для транспортировки живой рыбы. На сегодня в хозяйстве выращивают 25-30 тонн форели в год, а в планах довести продукцию до 50 тонн. Это все веси за прошедшую неделю. Удачных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!